В имя Отца и Сына и Святого Духа За две недели, приблизительно до Рождества Христова, Святая Церковь празднует память святых правоцов. Правоцы — это все те, которые жили до пришествия в мир Христа Спасителя. Это были пророки и вообще праведники, которые не только жили благочестивой жизнью, но и старались по Божьему изволению приготовить израильский народ к принятию Мессии. Сегодня Святая Церковь также в этот день читает Евангелие о званных на вечерю. Эта притча Христова означает Царство Божие, ради которого не сошел на землю и воплотился Господь наш Иисус Христос, чтобы якобы царь призывает на вечерю, верею сказано, на действительно роскошный пир. И что было бы, если бы один сказал, «Я не могу, у меня там дела, землю купил». Другой говорит, «Я женился» и отказались бы все. И тогда бы царь разгневался и сказал, «Пойдите на распутье и всех, которых вы встретите, убедите войти на эту вечерю». А те, которых посылал Господь, убедили прийти на вечер, это являются именно ветхозаветные пророки, которые убеждали израильтям следовать благочестиво, чтить единого Бога, уклоняться от всякого идолопоклонства. Они и назывались пророками избранный народ. И для того, чтобы они, как неправильно потом, стали думать многие, что это расовое какое-то вознаграждение, что они что-то особенное, какой-то народ в физическом смысле. Как евреи они избранные. Нет, они были избранными Богом для того, чтобы жили. Они, живя в среде, как вы знаете, огромное число со всех сторон, не только язычников, но и идолопоклонников, и даже такие, которые жертву приносили человеческую, и воины, и вообще народ, который был дикий, можно сказать, необузданный. А израильтельные вот воспитывались пророками, чтобы они отличались, были благочестивые. И к ним не зашел Христос. В Ифлиеме от семени Давидова рождается Христос. Мы знаем, что во время земной жизни Христос неоднократно и довольно часто говорил о том, что действия, которые Он производит, что они были предсказаны пророками. И мы в молитве наших верою, что Он, Христос Господь, воскрес третий день по Писаниям. Здесь это было все написано, предсказано пророками о Христе Иисусе. И также на праздную память сегодня, в особенности пророка Даниила и святых трех отреков. Ветхозаветный пророк Даниил предсказал даже точный год, когда родится Христос. Там было четыреста с лишним лет, Он предсказал, чтобы воплотиться в Мессия. И вот в этом ожидании пророки следовали благочестивой жизни. Но это отнюдь не значит, что было пророчество и уже как что-то, которое обязательно должно было исполниться. И Христос пришел на землю для того, чтобы только исполнить то, что уже было предсказано. Нет, всяческое пророчество, оно неопределенное. Мы знаем, в Неневии, когда пророк Иона был послан, для того, чтобы народ в городе Неневии уговорить их, чтобы они покаялись. Иначе через три дня Бог истребит их, подобно Содому и Гаморе. А люди Неневии, они послушались Его и наложили на себя и даже на Спорт свой, в пост и в покаянных своих деяниях, у милостивили Бога. И вот не произошло никакой гибели Неневии. И это показывает на то, что многое зависит от нас самих. Всякие предсказания, они неопределенные. Христос не исполнял уже предсказанное. Мы знаем, что как на молитве в Естеманском саду Он до крови пота переживал то, что предстоит пред Ним. И даже молился Отцу «Аще возможно, да мимоиде чаши сия». То есть, если возможно, да не будет так, как предсказано, не выдавая. То есть, представьте себе, по-человечески, предполагая, зная, что Ему предстоит эта страшная, кровавая, мучительная, позорная крестная смерть, по-человечески Он уже страдал, изнемогал даже, до крови. Но потом говорит об Аче, да будет воля Твоя. Предался воле Бога Отца и пошел на эти крестные страдания. Нам непонятно. Мы не можем себе представить из-за нашего ума, как говорится, физического, некоторые вещи, которые только у Бога известны. Мы не можем себе представить и вечность, например, даже физическим образом. Что такое вечность? Смотрим созвездия, галактики и так далее. А что за ними находится? А дальше, что ли дальше? Мы не можем себе представить даже в физическом смысле, где кончается что-либо, пространство какое-то, вечность, непостижимо нам. И нам также непостижимо знать, каким это образом Бог предсказывает будущее, которое самое время, у нас остается наша свободная воля. Мы решаем. И мы будем отвечать перед Господом Богом на страшном суде. Это не то, что предсказано, и мы уже будем, как западные церкви, учители, говорили, что у Бога есть какое-то предопределение. Бог уже знает, кто погибнет, кто окажется спасенным. И поэтому, что бы ты ни делал, Бог тебя приведет, если это соизволяет Бог к вечному спасению. Нет, это не определенная вещь. Как и христовые страдания, эти предсказания, но они были исполнены по желанию и великому смирению и любви к нам, Христа Спасителя. Он соизволил. Конечно, даже мы от глупости представим, что Бог, он должен был что-то исполнить, не был свободен избрать. Нет, Он избрал пострадать за нас. Поэтому Иван Крестьян Богословный описывает эту его молитву, чашу, чтобы мы понимали, насколько это ради нашего спасения, эту великую жертву за нас Христос привез. Так вот, эти пророки и тхозаветы, они были Богом просвещенные, чтобы предсказывали они именно, чтобы народ потом поверил. И когда придет Мессия, чтобы знали, что это было предсказано уже пророками. И на это часто Христос указывал, чтобы мы верующие знали, что и другие предсказания и о нашем будущем, чтобы мы обращали на это внимание. Но зная, что это не автоматическое дело, если мы будем забывать, люди в большинстве случаев о Боге, предадятся разврату и всякими делами антихристовыми, то пойдет кольчинный мир. А если люди покаяются, как и о России было сказано, то если покаяются и обратятся к Богу, то Бог предлит еще существование этого земного мира. Так что это указывает на то, что есть возможность избежать казни, есть возможность нам спастись, но это от нас зависит. Аминь. с